Хочу поздравить всех спортсменов, тренеров, медперсонала, врачей и мессенджерских, начальник команд, мастер по оружию, всех-всех болельщиков наших, которые давали нам энергию все эти дни. Они, конечно, победную точку поставили наши девчонки шпажистки, и мы очень рады, что заключили эти соревнования. Сегодня сообщили нам, что мы выиграли общий Кубок нации, где не только медали, но и очки считаются. А сейчас уже по медалям мы вышли на первое место, поэтому общекомандное первое место, это всегда приятно. Всегда приятно заканчивать сезон с хорошим результатом, чтобы следующий начать уже с хорошими строениями. Поэтому я считаю, что несмотря на то, что мы потеряли, на мой взгляд, несколько медалей, вроде бы, казалось бы, что без сабельных командных медалей, которые в принципе, ну, должны были быть какие-то были. Я не говорю, что там золото точно не будет, золото, серебро, бронзу. Несмотря на это, нам все равно хватило медали выиграть в общекомандной гонке. Что касается еще одной медали, которую, на мой взгляд, мы потеряли, это медаль Антона Авдеева, который дал нам надежду, когда он повел 10-3, и потом немножко тактически сплоховал, и поэтому этот бой он упустил в будущем чемпионом мира фронта. Во всяком случае, когда есть общекомандная победа, то, естественно, хочется всех поблагодарить за хорошую работу и поздравить. Поэтому тут уже, как сказать, те нюансы, которые были, они уже уходят на второй план. После матча команды Кореи очень тяжелая сегодня, где просто вырвали на зубах, был такой уверенный финал, получается, что была такая точка, можно сказать, у него сразу, когда вот собрались они, и я про девочек говорю. Корейская команда мужчин. Нет, я про девочек. Девочки, девочки. А, девочки. Ну, да, тут шпаки, понимаете, там все так, вот вроде сейчас мы их давали за первое место. Вроде разрыв большой, а все все равно кричат, волнулись, потому что как-то сабли стало. Так за мгновение может те, кто преимуществует даже в 10 уголов, может растерять. Ну, допустим, тот же бой Авдеев, вроде 10-3 в шпаге, ну, 10-3 в все, это раньше было. В шпаге же есть обоюдные уковы, когда считают направо и налево вместе. То есть в сабле в рапире такого нет. Поэтому думаешь, в шпаге, если ты ведешь, неужели там 5 раз не сделаешь обоюдные? Не сделаешь, оказывается. Поэтому даже вот сейчас Люба фиктовала, там все как сумасшедшие кричали, что давай, 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 чтобы она не расслабилась раньше времени. Потому что, на привычку, если расслабишься, легко потерять. Ну, слава Богу, все закончилось удачно. И вот, на самом деле, та встреча с Кореей, на приоритете, которая была выиграна, может, девочки воспрянули дух и уже дальше шли, можно сказать так, выиграли на классе. Что сегодня у мальчика не получилось, опять проиграли был канал. Да тут было, как-то не было защиты на ваших судах. По правилам, все-таки, если спортсмен не уколол в пол сам, после того, как, ну, там, фраза, как в курсе, произошла фраза. Спортсмен, конечно, сразу не дал оружие, ну, может, он пока там оценивал, но он не уколол в пол, он там ничего не открутил, он не отвернулся в суде. Поэтому там, на усмотрение суде, там прошло 3 секунды или 5 секунд, после чего он обратился. И выяснилось, что там наконечник, ну, бывает, отлетел наконечник. Поэтому мы потеряли как раз 2 секунды, этого нашего драгоценного времени, и как раз потеряли тот укол, который уже сравнял счет, к сожалению. Ну, а потом, конечно, Паше приходилось рисковать, и уже времени на него не хватило. Ну, конечно, уже, мне кажется, все-таки, надо было на том спортсмене, которого, фамилия забыла, которого заменили, мне кажется, с самого начала на нем, он есть у них даже не 4-й номер запасной, а 5-й, потому что 4-й номер, который не приехал сюда, сборной в Швейцарии, он тоже травмировал. Поэтому есть у них один из сильнейших пожертвов мира, травмировался по ходу соревнований. 4-й тоже, то есть это 5-й номер, но я думаю, на 5-м номере надо было стараться все-таки всем оторваться. А 2-й бой 0-0 и перешли. 4-й по-тряд, 0-й в боя, да? Нет, я именно со спортсменом, который вышел на замену. Вот поэтому немножко тактика, наверное, тут была неправильная с самого начала. Потому что, ну, в принципе, даже несмотря на это, пришли к последнему бою, проигрывали один укол. Если брать, допустим, Павел Суфову, он первый номер, а тот четвертый, да, потому что, ну, опять же, шпага, понимаете, не только все так. Когда уже идет такой ажиантаж, и не хватило ни класса Паши, хотя, боятся, что Паша по классу, и по своим результатам намного выше стоит. Так вот, проиграли. В полуфинале с корейцами, по сравнению с Венгрием, чемпионами мира, казалось, что сейчас все уже, может быть, поработаем этот следующий финал. Я сейчас на мальчика говорю, что не получилось там, почему? Знаете, корейцы меня вообще поразили. Раньше считалось, что шпажисты должны быть крупными, такими гаморидными, мощными. Оказывается, все-таки намного, вернее, так все меняется. Острота и скорость сейчас компенсируют нехватку роста. Хотя, я вам скажу, что китайцы и рослые, и очень быстрые. Ну, корейцы, они такого довольно, ну, я не думаю, что метр восемьдесят с чем-то там, ну, метр восемь, нет, семьдесят восемь, но очень скоростные, конечно. Вот эта скорость, они компенсируют все свои недостатки в росте. Что касается наших спортсменов, то конкретно Ходусу, ну, видно было, что Ходусу очень тяжело, потому что он такой долговязый, пока он там свои рычаги собирал, уже там получал много. Поэтому надо как-то акцентировать внимание на скоростно-силовой работе, потому что на взрывной именно работе, потому что если будешь так плавненько эффектировать, ничего не получится. То есть они просто разрушают все, и за счет своей быстроты успевают и встретить, и защититься, и потом еще ответ дать. Ну, поэтому вот я так смотрел, такое впечатление, что в нашем немножко замедленном ритме каких-то, а корейцы такие, ну, шворты и спорты, все равно попали в четверку. После того, как долго они попадали, на Европе третье шпажи, на мире четвертое, то есть в следующем году они получат достаточное количество очков, чтобы быть уже там не в пятнадцатых, там, по рейтингу, а вот уже будут, наверное, шестые, седьмые, восьмые, ну, тут я думаю, восьмерки надо посчитать, пока просто до этого еще уроки не дошли. Девочки не начали быть с перебрежки, а сегодня выиграли золото. Это настройка, это сам настройка, которые вы говорили, что это? Личное соревнование, это личное, но конфликтует каждый сам для себя. Командная борьба, и всегда была и почетнее победа в командной именно борьбе, потому что, ну, как сказать, вот, кстати, вот все команды выиграли на конкурс, ну, так, фантастически, чемпионат мира, и все, значит, ну, шесть на уважаемых, четыре, все двадцать четыре человека возвращаются на чемпионы мира, ну, поэтому здесь команда выступила, выиграли чемпионат мира, поэтому в отличие от соревнований все автоматически забывают. Иногда, на самом деле, даже не помогает плохое выступление в личных соревнованиях, потому что ты не удовлетворен, естественно, у тебя остаются силы для того, чтобы хорошо вставать в команде. Часто бывает, что, вот, допустим, раперисты, в Черевичнов первый, в Сафин третий, а они уже в полуфинале, в Сафин уже, ну, просто выдохся, ну, пустой, поэтому, а за третье место уже вообще, ну, просто науку, конечно, менять его еще в полуфинале на запасного, ну, тренеры, видимо, не доверили запасному фехтовать в полуфинале. Поэтому, вот, что касается именно вот примеров, в личном выложили, в команде не хватило, а девчонки наши в личном шпажинке не показали ничего, ну, в команде дрались очень здорово.